Всем привет, ребятушки, с вами снова, конечно же, как всегда, Алекс Луфинг, ребятки, да, иного вопроса-то мнения, сегодня я буду рассказывать вам в таком фильме, как Пришелец. Да, ребята, да, в ролях, в принципе, кстати, известны довольно актеры, это Гарри Сининс, Манден Стоу и Винсент Д'Онофрио. Ну, хорошие актеры собрались в этом фильме, но сам по себе фильм, в принципе, не знаю, ну, такой тоже среднячок, средний фильм, то есть, и хорошая идея, да, идея мне понравилась. То есть, в чем завязка всего фильма? Завязка заключается в том, что на планету напала внеземная цивилизация, люди спаслись под куполами, то есть, которые они сами создали, другие люди живут вне куполов, то есть, их там мочат, бомбят, им полная жопа приходится. И вот эти инопланетные цивилизации научились просто копировать людей и засылать якобы псевдо-человека, который на самом деле является ядерной бомбой в сердце, чтобы убить какую-то, допустим, личность или какого-то человека. Не важно, не важно, чисто это просто ради сюжета. И вот главный герой оказывается якобы, якобы этот инопланетянин. Ну, а якобы он или не якобы, это ты узнаешь в последствии фильма, естественно. Но, давай теперь сразу поговорим о фильмах. Актёры. Ну, что можно сказать об актёрах? Ну, в принципе, я не знаю. Вроде они известные, но как-то только главный герой. То есть, Гэри Синец играет, все остальные, ну, так просто, якобы, ну, вот молодцы, да. Эмоции какие-то показываете, вот, да, красавцы, вот, я вас просто уважаю, и всё, максимум. То есть, от них нет, вот, знаете, того, чего бы прямо дико тащило. То есть, ну, есть эмоции, да, ну, есть какие-то чувства, но это максимально, что ты от них можешь увидеть. Что касается, вообще, в целом, картины, то есть, как она снята, чё, как, почём. В принципе, мне фильм понравился, только у меня есть одна такая претензия к нему, он больно монотонный. Реально, вот, блядь, яйца катают, чё-то всё, вот, туда-сюда, я не знаю, блин. Тики-така, пуки-кака, блин, реально, вот, просто, ну, нету движухи. То есть, фильм вроде бы про движуху, но эти самые движухи нет, понимаете, потому что даже экшн-сцены, они сняты плохо, реально, они просто сняты плохо. То есть, режиссёр, оператор, чем они занимались, у кого они учились снимать, честно говоря, я не знаю, подбирать такие ракурсы, ну, просто неудачные. То есть, ну, всё неудачно, ладно, что сказать, блин. Потому что, у меня такое ощущение, что фильм снимался любителями, реально. Камера, я понимаю, что, да, это было давным-давно, то есть, придираться к изображению, ну, понимаете, вот, блин, даже есть аналогичные фильмы того времени, и у них всё снято гораздо лучше. То есть, здесь заведомо видно, что всё бюджетно, очень сильно бюджетно. То есть, блин, блин, ну, плохо, плохо, да, вот, по правде говоря, про плохо. И явно это не идёт на руку фильму, то есть, он смотрится, конечно же, я никогда не обращаю внимания на спецэффекты, там, или на ещё что-то. Главное, чтобы фильм смотрелся, главное, чтобы он был зрелищным и интересным. Ну, в этот, в принципе, так-то можно посмотреть разочек, всего лишь разочек. И, наверное, о нём забыть, да, потому что кино такое, такое не очень, не очень высокого качества, да. Но, этот фильм можно смотреть, знаете, почему? Вот, если вы что-то хотите писать про космос, там, или про инопланетян, что-нибудь с этим связано, то, конечно же, смотрите. То есть, если у вас будет настроение под этих инопланетян и под космос, фильм прокатит спокойно, фильм войдёт, взойдёт. Ну, а если у вас настроение какое-то другое, то, навряд ли оно понравится, потому что, как чисто кино, среднее, конечно, финал будет неожиданным. Поэтому ждите финала, ребята. Ради финала можно посмотреть это кино, да, но, как я уже сказал, финал не вытаскивает ничего. Он, конечно, крут, но в течение всего фильма всё идёт монотонно и отстойно. Ну, ладно, ребятки, вот такое вот у меня мнение сегодня. Фильм пришелец. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. И, наверное, всё, да, ребятки? Реально, пока.